Рано утром идем на самую южную точку Евразии, в самый юг Индостана. Место святое для индийцев, поэтому жасминовые ожерелья можно приобрести. Мы не будем, но в принципе это возможно. Автомат каласникового паспорства тоже можно приобрести. В центре Парвати, цвет красный ее традиционный, это жена Шивы. Слева Лакшми, зеленый-синий ее цвета, лотос, цветок, она чудо света. Если то, как бы просто женщина, а это просто богиня, а это еще и чудо света. Лакшми, жена Вишну. А справа Сарасвати, она с гитарой, с музыкальным инструментом. Вот, это жена бога Брахмая. На краю земли еще метров 300. Красно-белые полосы обозначают, что это преднадлежность к чему-то духовному. Мы почти уже на краю земли. 300 метров осталось, а люди готовятся встречать вас с ветром. Вот фотографировать толку и спросить, угадайте, что делают эти люди. Никто не догадается, что вообще. Вот такая у нас сегодня компания на краю земли. Разношортная, но в основном индийская. Белых-то кроме нас и не видно. Белые, может, и не знают, что у земли есть край. Вот этот флажок за моей спиной, это точка слияния трех морей. И я стою на самом краю земли. Главное не упасть туда, а с земли куда-нибудь вниз. Мужчина на краю земли продает, что бы это ни было. Я, кстати, думал, что больше народу приедет посмотреть рассвет на краю земли. Купили чаю человека на краю земли. А здесь, смотрите, прамина из высшей касты приучает людей. Можно ничего? Рядок нельзя снимать, но вот они у меня смелись. Целый амфитеатр, люди на краю земли. В священном близнецах вместе. Готовятся встретить рассвет. Вместе слияние трех морей. Очень скоро, очень скоро. Суницы встали, представляете блин. Посмотрим на это, увидим. Волнуюсь. Я не часто стою на краю земли. То есть вообще раньше никогда не стоял на краю земли. Нервно курю. Извините, курение очень вредное. Должен будем предупредить, если кто это смотрит. Индейцы, когда-то белые люди привезли бусы. А сейчас наоборот. Белые люди продают бусы индейцы. Идейцы. Мы тут на краю земли рассвет встречаем. А человек, вон, ты бачишь. Очень скоро рассвет на краю земли. Самое южное в Индии, Дакшнамурти. Это Шива, который сидит, смотрит на юг. Молча учит всех всему. А мы все слушаем его, как мы постигаем. Но это сегодня понедельник. Так-то, если бы в какой-то праздник, не знаю, религиозный, или даже выходной день, здесь была бы такая толпа. Вот сигнал, если слышно, он символизирует то, что солнце уже вышло из воды. Потому что там дымка, дымка, и мы, наверное, не видим пока его. Восход солнца до самого краю света. Может, чтобы солнце еще раз зашло вот из-за головы. Копей, копей, копей. Вот такой он рассвет на самом краю земли. Ну, в Ганге мы замочили уже ноги. Поэтому слияние уж трех морей-то тоже сам Бог велел. Один из богов. Попочили ноги на рассвете на краю земли. Вместе с слияние трех морей. И не мы одни, конечно. Ощущения, ну, наверное, незабываемые. Никогда не думал, что попаду на краю земли. Повезло. Коня Кумари. Это не богиня. Да, это... Ну, она потом стала богиня. Сначала была девушка, которая была уготована участь поразить местного демона, который был заговоренный от смерти, от рук. От бога, животного, мужчины и женщины. Не мог умереть. Не мог умереть. Да, от рук. Лап. Вот. А Кумари родилась и должна была убить этого демона, оставаясь девой. Но в нее влюбился Шива и собрался на ней жениться. Свадьбу эту удалось расстроить. Из-за чего дева пришла в ярость, опрокинула стол, начала хулиганить. Ну, потом потеряла смысл жизни, расстроилась и заплыла на скалу здесь у берега и тысячу лет стояла, медитировала на этом месте на одной ноге в ходе дерева, пытаясь понять смысл своей жизни. И потом поняла, оказывается, она оброждена для того, чтобы убить этого демона. Она оброждена саблю, пришла к нему и говорит, сейчас я убью. Он говорит, не может быть, потому что ни бог, ни зверь, ни мужчина, ни женщина не могут меня убить. Она говорит, все сходится, я не бог, ни зверь, ни мужчина, ни женщина, я дева. И отрубила ему голову. Вот такое. Трогательно. Ну, то есть, получается, она святая. Да, после этого Шиве сказали, что, мол, нехорошо, не женился, и в кусты. Вот, к тому же, ошибочка вышла. Он говорит, ну да, некрасиво. И, в общем, ее причислили к реку богов. Вот так, так, по-доброму, по-доброму. Хорошо закончилась эта история. Все хорошо, что хорошо кончается. Очередь Тамарка всплывет на Священный остров. Знаете, какой цирк тут бывает? Некоторые, если из той дешевой очереди, жульничают, заходят в эту очередь, а тут перебегают в ту, в дешевую. А вот эти полицейские, за ними зорко следят и лупят их палками. Вот эти полицейские. Ну, потому что фу, таким вот. Эта очередь за 75 рублей. А мы едем за 300, наша очередь немного короче. Короче, 225 рублей. Это как бы на какие-либо. Снимаю, как его вообще... Если что-то время потонет, да, я тоже, конечно, это опасаюсь. Ну, если все бросать телефон, держи жилет, ладно? Хорошо, обещаешь? Ой, а это все снималось. Обязательно надо надеть в себя железо. Не обязательно его застегивать. мы, получается, вообще первым парказом приплыли на остров. Поэтому... что сказать еще не знаю в этой ситуации. Ката, скажи что-нибудь. Конечно, если бы не наш быть Сергей и Ачинян, то мы вряд ли бы вообще попали на этот остров. Вряд ли бы вообще узнали об этом острове. К счастью, Сергей нас сюда провел. Мы первым парказом приплыли. Сейчас мы купим еще одни билеты после билетов на парказ. И следуем этот святой для каждого индийца. Придется разнуться. Эта территория приравнена к храмовой, поэтому надо ходить по сих пор. А потом у нас будет разыграть денежный приз. 20 рупий республики Офф Индия заберет тот, кто скажет, для чего вот эта вот белая дорожка, по которой мы идем. Чтобы мы по ней шли. Я выиграл? Можно и так идти, можно и по ней идти. Направление движения? Нет, не направление движения. 20 рупий ждут своего обладателя. Подсказка, жители южных широт легче угадывать, чем жители северных широт. Чтобы она не накрывалась. Браво! Ура! 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 Вот, подходите, смотрите. Вот она. Вот она та самая. Нога. А, это нога. Кого? Кумари. Нога Кумари? Та, которая отрубила голову демон, которого не вышла замуж за Шива. Вот она, нога Кумари. Вон, как он, нога Кумари? Которая тысячу лет медитировала, чтобы понять, что с ней произошло в жизни потом. Флагом. Флагом. Штормит. Да. Сергей, напомни мне про эту мужчину, которую... Мужчина, прекрасно. Нет, заботы наше смирой. Это Терува Лувар, автор Томильской Библии, автор свона Морального Кодекса. То есть, если я христианам в боженьком на скрижалях написал, да, заповеди, но тут сочинил человек с авторствами с Шивой. Вот тот человек, который у нас спиной, его памятник это Терува Лувар, автор поэмы Тим Курал. В ней в стихотворной форме написано, что такое хорошо и что такое плохо. Будем делать хорошо и не будет плохо. Да, будем плохо. Мемориал Свами Виви Кананду. Повтори. Свами Виви Кананду. Свами Виви Кананду. Который был до Ганни. Идея. Ага. Ага. Идея, Идея. Ага. Свами Виви Кананда. В 1890 году Медицировал мы это с коллегами. Фотографируем, снимаем это вращено. Так нам в третий. Нам всегда. Узоры красивые. Нет, да, вот это. До уровня Таджмахала вот это вот на самом деле. Призба, да? Да. Все, по программаму, вылезет. Пяночками. С вами Виви Кананда. Именно он, кстати, рассказал всему человечеству в какой-то момент об индуизме на всемирном каком-то конгрессе религиозном в Америке. Океан на краем земли. А сейчас идем в пещеру. В пещеру мы идем. Внутри нельзя разговаривать. Молчим. Молчим. Поехали. Идем в пещеру. Вмолчим. Идем сюда. Субтитры делал DimaTorzok Это не самая юная точка земли, это за краем земли какие-то подозрительные острова Хорошо, что мы приплыли первым катером Наверное, первым не уплывем Вот обратно бы плывел вообще одни Потому что мы очень быстро все сделали Люди на этом острове задерживаются подольше Поскольку святое для них место На этом пароходе тоже записано, что фотографировать запрещено Мемориал Махатмы Ганди По завещанию третья часть его прахта была развеяна в трех морях На том месте, где в ночь перед церемонией стояла урна с прахтом Сооружен вот этот мемориал В коричневой части проделано отверстие Которое рассчитано таким образом Чтобы в день его рождения 2 октября 2 октября Солнце прямым лучом светило в том месте, где стояла урна с прахтом Архитектурно решена тема объединения Ганди видела великий объединитель Поэтому архитектурно это так Это напоминает и католический храм Колокольный с молельной частью И минореты как будто бы просматриваются И в целом такая усеченный конус от гапурама индуистского Прялка Это символ гандизма Ганди говорил, что человечеству не нужны корпорации Не нужны заводы, большие организации Потому что каждый человек, каждый мужчина Может добыть для семьи абсолютно все необходимое Еду и так далее Ему говорили, а как же быть с одеждой, например Такой пиквым Он говорит, ничего страшного Он говорит, вот этот простейший станок Который позволяет сделать ткань И пожалуй Я слышал другую версию Вот об этой опрялке Что в принципе Ганди понимал, что надо выдавить То, что сейчас называется трассу корпорации То есть индийскую компанию английскую И в общем, одной из основных источников дохода для этой компании английской И тогда была ткань Индийская Очень дешевая, качественная индийская ткань И Ганди, его слово было закон Он сказал всем в Индии Что уходите с работы Садитесь за ткацкий станок и тките И они начали ткать Ткань стала еще дешевле Перестали работать в фабрике Да, экономический удар по Бритарской империи Ну не знаю, насколько это правда Похоже Красиво Одно другому не мешает Одно другому не мешает Красиво 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok